Конечно передам. Так, постой, да я же тебя знаю. Ты Семёнчик. Значит, Алексей говорил обо мне. Наверное, упомянул, какой я хороший ученик. Он говорил, что ты ленивый и симулянт. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить 25 лет спустя. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали. Так, я сбегаю кое-куда, ты обожди здесь. Я сейчас. И я побежал. Лена успела кинуть вслед, чтобы был аккуратнее и не упал с ним. Впрочем, сам осознавал эту ответственность, ибо тут не только цена, но и частица души. Чё за бред? Да, помню, будто это было вчера. Я решил сфотографировать баню. Выдать её за библиотеку. Потом смог всё это аргументировать. А главное, на сравнение выдал два снимка. Конечно, вожатая упорствовала. Но согласилась допустить. Потом оправдывалась, мол, должны выглядеть не хуже других. А вот баня оказалась на страницах переплёта. Я, а я, неким героем в глазах Лена. Давайте уже это последнее читать. Не знаю почему, но я вспомнил свою знакомую. Встретились с той совсем случайно, под конец смены. У неё был ещё отец, который приезжал сюда на сезон. Имя его помню. Лёха. Но на этом всё. То ли сам попоказывал, то ли армейский рукопашный. Тоже смутно помню. Как и эту знакомую. Имя. Какое же имя? Мы столкнулись в проёме библиотеки. В ту минуту я пытался слинять отсюда, даже не подумав, что у прохода необходимо немного притормозить. Девушка рухнула, я вместе с ней. Повезло, что успел среагировать и схватиться за ручку двери. Иначе бы придавил бедную. Быстро встал на ноги. Пионерке протянул руку, которую она приняла не сразу. Заряныч, торопился. Ты цела? О, у нас новые персонажи. Да-да, раз я смогла встать, то всё хорошо. Верно? Она была ничуть не обижена. Когда я помог встать, та потянулась, потом бегло осмотрела форму на наличие грязи. А дырок нет. После уставилась на меня со своей очаровательной улыбкой. Ростом она была маленькая, примерно по мою грудь. А если сравнивать с другими пионерами, то где-то на уровне Мику. А вот прическа довольно необычная. Однако такую я ни у кого не встречал. Чё от ни у кого не встречал? Почти что... О, господи. Как сестру Леночки-то звали? У неё тоже чёлка на глаза была. Алена, во, Алена! Каре с локонами цвета розы, как по мне, подходила к её большим зелёным глазам. Я бы пробежал, раз всё хорошо, однако вспомнил, где и видела её раньше и с кем. Решил ненадолго задержаться. Верно. Ты, кстати, знаешь Алексея? Конечно, знаю. Он мой папа. Э? Отец и дочь. Да, всё верно. Они пришли сюда из какого-то лагеря, причём более крупного. Сходил слышок, что он чего-то не поделил с кем-то, потому вынужден был уйти. Здесь же находился только для обучения боевому искусству. Но после того, как толстого физрука уволили, говорили, что его место займёт Алексей. А что по дочери? Ну, неудивительно, что она обладает превосходными навыками. Прям вся в отца. Передай ему, что у меня болят кости. А то ищет. Конечно, передам. Так, постой, да я же тебя знаю. Ты Семёнчик. Я был приятно удивлён. Значит, Алексей говорил обо мне. Наверное, упомянул, какой я хороший ученик. Он говорил, что ты ленивый и симулянт. Ох, прости, я не должна о таком говорить. Ну да, как обычно. Нет, блин, похвалить бы меня за что-нибудь, а не говорить гадости. Ну ты же ленивый симулянт. Это ж правда. Ничего страшного, так вообще многие говорят. Приятно познакомиться. Эм, прости. Ада. Просто ада. Приятно познакомиться, Семёнчик. Я мало знакомился с кем-то вне отряда. Максимум случайное знакомство, как в принципе и тут. Так, куда ты шла? Семёнчик, посмотри, назад узнаешь. Библиотека. Да, неуместный вопрос, но что делать бойцу в таком тихом месте? Хотя чувствую заранее. Может, она не похожа на остальных драчунов. А, понял. А что ты тут забыла? Я скорее это имел в виду. За новой книгой? Старую я ещё вчера вернула, вот. Всё равно тренировки вечером. А как же парню? Девушка на минутку замешкалась, потеряв улыбку и отвела взгляд назад. Но через секунду сориентировалась, вернув первоначальный век. Видимо, небольшая шутка отразилась совсем не так. Отразилась куда? В чё? На ком? А не... Не думаю, что это важно. Анализ буха. А вообще, приходи на тренировки, у тебя неплохо получалось. Серьёзно? Ага. Я разглядела в тебе талант, можно развивать. И? Ой, здравствуйте, Ольга Дмитриевна. Я чуть ли в штаны не навалил, когда увидел изменчивость в настроении девушки. Она выпрямила плечи и смотрела чуть выше меня. А имя, которое она произнесла, вызвало у меня паралищ. Привет, Ада. Сообщи своему отцу, что необходимо явиться на общий сбор. А ты, Семён, марш за стол. Ты думал, что я разрешала уходить? Нет! Ещё вернусь! Я обернулся, обошёл вожатую и направился в читательный зал, где находился наш отряд. Пока, Семёнчик! Она крикнула это вслед, но я, к сожалению, не смог ответить. Библиотека – то место, где нельзя шуметь. И лучше я буду не учтив, чем наказан за такую оплошность. Сейчас, если вспомнить её образ, она вправду была милой девочкой. Да, новенькая, да, с восточного отряда. Но доблестная репутация говорила о многом. Плюс, это не шаблонность. Нету каких-то намёков, что она практикует рукопашный. Даже внешне. Всего было несколько синяков на руках. Да как такое возможно? Боже, ещё один вопрос. Один раз в год библиотеку навещала инвентаризация фонда. Выявляли недостачи ветхие исписанные издания. Заодно наводили генеральную уборку и сортировали всё, что было не на местах. Выпадало это счастье на одну смену. Причём это происходило случайно и неожиданно. Лично я застал две таких. С каждого отряда отбирались пионеры и направлялись сюда. Получалось всегда по-разному, но больше десятка. Кажется, что легко, да нет. Каждый был задействован и под надзором старшего выполнял свою роль. Были, конечно, свои плюсы. Часть библиотеки принадлежала ещё старому лагерю. Бывало, что найдётся княжонка, которую вряд ли встретишь во всём союзе. Авторы всегда зачёрты. Год довольно старый. Да и вообще, внешний вид желал лучшего. По всем статьям это относилось к утелю. Но я прятал сие произведения. Только при осмотре не находил чего-то стоящего. Обычные сказки, фольклоры, всё то, что не относилось к реальности. А так хотелось какие-то разгадки по поводу старого пионерлагеря. А господи, ещё, да тоже надоедает. Лена любила читать, но вскоре она поняла одну вещь, что делать это для кого-то ещё лучше. Вместе погружаетесь, вместе собереживаете. И просто вы рядом. То было не часто, когда как. Но если был момент, то бы проникались на многие часы. А как мы на сцену телепортировались и почему? Эту книгу мы до сих пор не закончили до конца. Лена неторопливо читала, чтобы я не переспрашивал и равномерно погружался в историю. Оттого даже половина не была достигнута. Сказ был о каком-то маленьком существе на далёкой планете, которая была чужда. Чужда. Это ж маленький принц, блин. Одинокий, брошенный, он плутал там, искал убежище. По пути знакомился с разными организмами. Причём у тех были всякие характеры. Кто-то обманом пытался съесть, кто-то пытался помочь. Но существо поступало правильно, никому не доверяло. Где-то проглядывалась наша природа. Ну и куда без ситуации, те были на вкус и цвет. В некоторых существо чуть ли не погибло. Но всегда спасало удача и надежда. Надежда как последнее оружие. Что есть у существа, на этом акцентируют внимание. Плюсом я знал концовку. Славяна, как она утверждает, совершенно случайно сболтнула. Монстрик узнав о гибели своего дома, потерял последнее, что имел. Или это всё же не маленький принц. Припал к земле, сдался. Да, так он потерял надежду. О лене я об этом не говорил. Всё равно было интересно слушать, да и с такой мягкой и румяной. Просто сущее наслаждение. Она закончила, громко хлопнула. Мысли тут же покинули, и всё прочитанное я отложил в памяти. Теперь была снова реальность. Как тебе? Очень нравится. Всё интереснее, что дальше будет. Лена засмущалась, но не отводила взгляд. Привыкла немного. Но продолжим мы потом. Завтра море дел, послезавтра тоже, а ещё скоро конец смены. К тому же время позднее. Не переживай ты из-за времени. Не получается. Мы лежали на скамьях, и что возле сцены. Смотрели на бесконечный космос, где всюду многочисленные планеты. Вот тут-то пища для размышлений. Галактика огромна, всяко там есть жизнь. Даже если и считать эту книгу. Авторы придумывают, придумывают, создают разумных представителей, воображают. А если потом человечество увидит их? Где образ пол... Где образ полностью схож по заветам автора? Тоже привлекают звёзды. С них-то я начинала писать. А чего забросила? Не забросила. Времени нет. Тишина тоже. Помнишь, мы бывали у пруда в лесу? Вот там хорошо и рисовать, и писать. Но далеко. Я перечислил в голове более или менее тихие места. Были варианты, но вдохновляться там вообще не представлялось возможным. Одно дело участочек в лесу. Одно дело... Участок лагеря. А Лена у нас прозаезд. Романтик. Явно ей не подойдёт вид заброшенных домиков сломанного асфальта. Далеко. Вариантов тоже нет. Поэтому ждёшь дома? Не думаю. Дома, конечно, хорошо. Но здесь лучше. Особенно с тобой. Как и мне, Лен. Она протянула ручку, просунула пальчики меж моими. И так, лёжа на соседних лавках, мы были очень близки. Сравнивая галактику и Землю, я осознаю, что преграда в какие-то километры ничто. Мы дышим одним кислородом. Одним кислород. Живём на один моторик. Странная! Но есть обстоятельства, Лена. Не уходи в сказку. Как минимум те, которые связывают с учёбой домом. Сейчас никто из нас не оплодает средствами, чтобы ринуться в другой город. Это нужно осознавать. Хорошо всем, как скажешь. На том диалог продолжался около часа. После чего разбежались по домикам. Всё же выглядеть на утренней линейке овощем никто не желал. Сразу возникнут вопросы. Наконец-то. Сейчас я не наблюдал конверт. Не было мигающего диода. Стояла темнота. Теперь боялся, что те парни опередили и перехватили рукопись. Старался выискать. Обошёл библиотеку по кругу, но не подходил. Потому что это карточный домик. Развалится и заберёт в мир иной. А мне ещё рано. И даже очевидные места были пусты. Пока я не услышал треск кустов и летящий бумажный самолётик. Он приземлился прямо под ноги. Был полностью в крови. Снова шелест. Незнакомка убежала. Я поднял его, развернул и отряхнул. Почерк был неаккуратен. А некоторые области заляпаны. Пришлось логически додумывать и недостающие участки. Семён, это последнее письмо от меня. Я пыталась донести свою историю. Вроде получилось. Окончание не слишком хорошее. Ты заметил. Осталось совсем немного. Мы скоро увидимся, если, конечно, я смогу. После их нападения мой иммунитет совсем хворает. Какой мстеракой иммунитет? Ладно, пусть будет иммунитет. Настоящие врачи советуют таблетки. А какой от них толк? Извлечение от болезней, наверное. Вирус не иначе. Я чувствую, как мои силы уходят. Но ты не торопись. У тебя ещё пара пунктов. Без них ты не выйдешь на меня. Ты с собой сваливаешь от меня, идиотка. Ты должен понять до конца. Ты должен верить. Если бы не такие манипуляции, ты бы увидел меня. Сказал бы, что я сошла с ума. Но благодаря любопытству и поиску ты сейчас находишься здесь. Прочувствовал некоторые явления. Ощутил прошлое. Благодаря этому ты не отвернёшься. Всё, добавить больше нечего. Опасайся тех, особенно главного. Они уйдут. Рано или поздно, но уйдут. Я знаю. Если она верит, что я не повернусь спиной, зачем убегать? Какой смысл? Это ж баба. Ещё эта неизвестная хворь начинает торопить. Иначе найду не главную цель, а хладный труп. Зачем было так издеваться? Холодный. Можно же было написать «хладный». Ах. Хотя её понять можно. Я не вспомнил ещё двоих. Лену и Алису. Их гибель остаётся впереди. Лена. Как сердце стучит от её имени. Сейчас я столкнусь с реальностью. Избегая главной дороги, я метнулся обратно в северную часть лагеря. Деревенских я не видел, только слышал что-то подобное на хруст дерева. Видимо, развлекались как хотели. Прибежал я быстро, ибо её домик находился прямо у площади. По навигации тут было довольно удобно. Столовая рядом, кружки, да и сцена с домиком на окраине не в самой дали. Плюс эти ряды относились к новым. Как внешне хороши, так и внутри. Да, местечко маловато, но это вкусовщина. Хранил я всё равно, всё под кроватью. Что не скажешь про Мику, которая обитала на соседней койке от Лены. У неё и кровать, и тумба со шкафом были переполнены вещами. Как со всей этой бедой справлялась стесняша, не знаю. Вообще, совместили два разных характера под одной крышей. Конфликтом имело место быть, но те быстро прерывались из-за мягкости обеих сторон. Вскоре они стали реже видеться из-за того, что Мику оставалось ночевать в музыкальном клубе. Вожатых такое не удовлетворяло. Однако решили пойти навстречу. Что же ещё можно сказать про их обитель? Ну, то, что я бывал внутри всего один раз. В остальное время мы с Леной находились где, хоть где, но только не здесь. О боже, опять это. Тогда задумывался... А, всегда задумывался над датой рождения и возмущался. Почему у меня зимой, а почти у всех летом? Просто именинникам полагались некоторые бонусы, в том числе десерты. Празднования, правда, отсутствовали. Но оно и понятно, будь в честь каждого праздник, лагерь бы походил на развлекательный шатёр. Нежели на серьёзную организацию с армейским уклоном. Но было одно исключение для Лены. Её достижения вкупе с празднеством позволили Ольге Дмитриевне сделать небольшое чаепитие. Правда, было не всё так идеально. А что было не идеально, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом заканчиваем, так что всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»